Это познание себя. В конечном счёте, есть не что иное, как то, что именуется на аскетическом языке – смирением. Это познание себя и понимание того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Оно, это познание, это чувство, является дверью открытой для вхождения Бога, для соприкосновения души человеческой с Богом. Вы знаете, кто Бог? Вы знаете, что он делает? Бог. Вот опять, вот видите, я не апокалиптик, опять к апокалипсу. Это прямо не знаю, что делать со мной. Но уж извините. Знаете, кто он? В апокалипсии написано. Вот я стою у дверей снаружи и стучу. Кто откроет мне, к тому войду. Вы слышите, к кому войду? Кто откроет мне. И тогда мы будем с ним пировать. Пир будет, тогда у нас будет. Вы слышите, с кем? С кем? Когда Бог может только встретиться? Ведь неужели не понятно, что пока я вижу себя хорошим, а уж тем более лучшим в мире, так? Никакого Бога мне не нужно. То есть, если мне нужен, то не Бог, а Его дары всякие, венцы, награды, благополучие, земное и вечное. А сам-то по себе Бог, Он мне и не нужен. Если можно без Него это всё получить, ну и тем лучше, чтобы Он не мешался. Вы слышите, оказывается, почему христианство называется христианством? Потому что Христос называется Спасителем. А Спаситель нужен только для того человека, который погибает. Оказывается, до тех пор, пока человек не увидит себя, что он не может справиться с самыми простыми, но гадкими вещами, ну, правда же, гадкими, когда я завидую, у человека у другого хорошо, а я весь-весь позеленел. Как же это такое у него лучше, чем у меня! Ну, слушайте, это что? И представьте себе, это откроется потом. Очень скоро, кстати, откроется. Потому что вся жизнь наша – это что такое? Мих, искорка! И угасла. Мой друг, моя подруга, которой я рассыпаюсь, пробудучи в зелени, и потом откроется оказывается, что у меня во внутрях-то было! Ой-ой-ой! Какой стыд и срам, кстати! Не говоря о прочих вещах! гордость, вот это самомнение, мнение о своей хорошести, не учи меня, себя учи! Так? Попробуй сказать мне, что я плохой, потому что я знаю, что я хороший. Что будет? Вот эта гордыня, есть закрытая дверь! И когда я слышу, что мне и разум говорит, ты же дрянь! Чего ты не видишь? Гадость такую ты делаешь-то! Когда совесть выпьет, ты что, не чувствуешь? Говорят, а я дверь закрываю от них покрепче! Замолчите! И ты, Бог, не стучи мне! Ты мне не нужен! Правда, интересные вещи. Православие что говорит? Очень хорошо в 50-м псалме Давида на славянском языке это сказано так. Сердце сокрушенно, сокрушенное, сокрушение, так? И смиренно Бог не уничижит! Не уничижит! Напротив, примет, обласкает, исцелит! Сделает что он, Бог? Вот есть притча в Евангелии. Вообще, все Евангелие напала притчами. Кстати, вот древний язык! Да чего замечательный! Там всё притчи! Там мифологическое, то есть образное выражение идей. Не то, что мы сейчас, эти, знаете, понятийным языком, всё понятиями, понятиями, общими понятиями, этими абстракциями занимаемся. Там прям живые образы! Живые образы! Посмотрите, какой образ даёт Иисус Христос в Евангелии 1! У какого богатого человека, у царя, два сына, и младший говорит, дай мне часть, мне имение, ты же говорил, да? Дай мне мою часть, и я сам буду жить, сам по себе! Это точно мы и есть! И пошёл, начал жить сам по себе и взвыл потом, в конце концов. Увидел, что такое жизнь без Бога. То есть жизнь, когда попирается совесть, когда мы не совсем и не боимся, и не тревожимся, и не страдаем от тех злых дел, которые совершаем. Увидел, и что произошло? И раскаялся. И какой великолепный образ! Пойду я к отцу моему и скажу ему то-то и то-то. И в притче, как замечательно изображено, ещё когда этот младший сын был далеко, вы слышите? Ещё был далеко. То есть вы видите, что такое далеко был? Ещё когда только вот намерение, только чувство, только совесть пробудилась, разум человеческий, ещё далеко был, отец уже пошёл ему навстречу, бросился, как говорят, на шею, на выю, облабызал его, обнял его, приказал дать лучшую царскую одежду, а всё устроил пир. Ох, как интересно! В другом месте Христос так и говорит, что Бог и ангелы радуются неизмеримо больше об одном грешнике, кающемся, чем, а сколько угодно, так называемых праведников. Я прибавляю так называемых, потому что на самом деле есть ли они такие по существу в полноте праведники? Это ничтожное, может быть, их число, а на самом деле большинство – это кто? Мнящие себя праведными, то есть мы. Так вот, православие даёт ответ на самый важный вопрос нашей жизни. православие даёт аргументы, то есть доказательства, то, что требуется в любой науке, документы, подтверждающие правильность его воззрений. Православие, если хотите, в этом смысле есть настоящая наука. Услышите? Наука. Она соответствует тем основным принципам, на которых строится естество знания. На чём строится естество знания? На чём оно? На фактах? Правда же? Нужны факты? Правильно. Только факты могут дать обоснование теории и на возможности проверки этих фактов. Так ведь? Ну да, так, конечно. Православие что, не даёт фактов, да? Сколько их нужно? Потрясающих фактов! Каких? Прежде всего, как мне кажется, это жизнь святых. Во-вторых, это огромное количество того, что именуются чудесами. Это же огромный поразительных, причём чудес. В-третьих, сами теоретические предпосылки говорят об этом. Ну, это отдельный разговор. Православие имеет, имеет огромнейший фактический материал. Можно ли проверить? Пожалуйста! Не пожалуйста, а только мы и слышим, верующие, верующие, когда же мы станем православными? Когда же мы начнём жить по православию? До тех пор, пока мы не будем жить по православным указаниям, мы никогда не узрим Бога. Блажены чистые сердца моё, ибо они Бога узрят. Только об этом непрерывный призыв. Ну, мне не хочется как-то жить по православному, вы знаете. Говорят, это трудно. Говорят, трудно. А что трудно, интересно? Мы задумались, а что трудно? Жить по совести, да? Ну, ну, хорошо, действительно сложно, но дуги гнут с терпением, а не вдруг. Всё-таки надо, по крайней мере, ступить на этот путь. И тогда, и тогда мы знаем, история бесконечного множества людей говорит нам, ступи на этот путь, ты придёшь, куда стремишься. А под лежачий камень вода не течёт. Не течёт. потому и человек может быть неправославным, или даже кажется православным, но этот камушек лежит десятки лет и потом говорит, вы знаете, я столько лет православный, и никаких изменений в себе не вижу. А как здесь мне один епископ говорит, как ему рабочий один, да, говорит, что вы столько лет монахи, так, и у вас нет даже прозорливости. Какие же монахи? Представляете, по каким признакам узнаёт, да, правильность религии. религии. Продолжение следует...